Специально ко дню Великой Победы. В офтермологической клинике ТРИЗЕ для всех пенсионеров. Скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтермологический центр ТРИЗЕ. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Мемориал Большого Утреша расскажет о подвиге Днепра. Со дна морского водолазы чистят дно. Главное, ребята, сердцем не стареть. Столетняя Нопчанка раскрывает секреты долголетия. Черноморские волны в районе Большого Утреша таят в себе немало тайн и историй. Одну такую историю рассказали сегодня собравшимся на митинге в честь открытия новой мемориальной доски в районе Маяка. Знаменитый маяк в районе Большого Утреша напоминает о погибших в Великую Отечественную войну моряках. Алые майки словно капли крови у кромки воды. 70 лет назад здешний берег был изрыт взрывами. В боях с фашистами затонул вместе с экипажем пароход «Фабрициус». 152 дня сражавшийся на воде. В памяти погибших был установлен мемориальный комплекс. В прошлом году в администрацию курорта обратилась Людмила Даламанская, внучка погибшего моряка. Она долго искала следы погибшего дяди. В этой акватории учебное судно «Днепр» затонуло в октябре 1941 года после попадания вражеской торпеды юго-западнее мыса Большой Утреш. На этом судне служил старшим ботсманом мой дядя, Москалинка Александр Харитонович. Он в числе 38 погибших здесь моряков. Торжественное открытие новой мемориальной доски погибшим на судне «Днепр» приурочили к празднованию Великой Победы. Изготовили мемориальную доску силами общественности администрации Субсехского сельского округа на собранные жителями средства. Мы очень благодарны, что память теперь есть место, куда мы можем приехать и поклониться, и почтить память нашего прадедушки, потому что День Победы для нашей семьи – это очень важный праздник. Моряки, курсанты, жители Субсехского сельского округа, ветераны, казаки, школьники – все принесли сегодня гвоздики и весеннюю сирень к обновленному мемориальному комплексу. Это не просто плита, это память, память о тех людях, которые несли службу, которые погибли. Это память о наших героях. По погибшим морякам отслужили панихиду, объявили минуту молчания и в память о героях спустили на черноморские волны траурный венок. Сегодня в станице Благовещенской официально и торжественно открыли музей, посвященный 70-летию Победы. Экспозицию уже давно оценили местные жители. Музей никогда не пустовал. В канун Дня Победы о создателях и героях экспозиции торжественно с любовью и благодарностью. То, что новый музей посвящен Великой Отечественной, понимаешь еще на подходе к зданию. Военные машины, полевая кухня, автоматы. История началась три года назад, когда Владислав Брусник открыл свой первый частный музей. Небольшая комната в подвале, но со временем экспонатов стало больше. 120 квадратных метров под музей выделил директор детского оздоровительного лагеря Сергей Загвоздин. Каждый мужчина в душе ребенок, то есть мальчишка, естественно, мужские игрушки. Пистолетики, автоматики, чуть-чуть больше, чуть настоящие. С этого и началась коллекция Владислава. Оружие, ордена, личные вещи участников Великой Отечественной и огромное количество униформы. Выставку уже посетили более 500 школьников, студентов и иностранных туристов. Глава сельского округа Евгений Нечаев не остался в стороне и подарил музею несколько экспонатов. Все музейщики, которые сюда приезжали, все поражались именно, так скажем, набором вот этой, скажем, вот этой коллекции большой. Ну и, естественно, сейчас нам нужно правильное использование в плане военно-патриотического воспитания. На церемонии открытия музея прошла и презентация книги краеведа Валерия Валиева и коллекционера Владислава Брусника. Книга рассказывает об истории станицы Благовещенской, Уташ и Витязева. Ее уже передали во все городские библиотеки. Заместитель главы Людмила Терещенко положительно оценила работу создателей музея. Новый музей заинтересует не только жителей, но и гостей станицы. Доски почета в Гайкадзоре не было почти полвека, с тех самых пор, когда гремел виноградовский совхоз своими достижениями. Но славных имен не стало меньше, поэтому теперь есть в Гайкадзоре доска почета с лицами наших замечательных современников. Амбарцумбер Заян, Наталья Залибекова, Татьяна Селедкова, Юрий Далакян – все это имена тех, кто неравнодушен к родному селу Гайкадзор и делают очень много для его развития. Например, Аршавир Экнадасьян 13 лет назад пришел в школу учителем физкультуры. Последние 7 лет директор средней школы номер 14. Гайкадзоре родился, вырос, знает каждую семью и характеры детей. Многонациональная школа. Стараемся, чтобы национальные вопросы не поднимались в школе. Дети все добрые, отзывчивые. Выполняем не только обучение, но и участвуем на всех мероприятиях. Недалеко от школы Дом культуры. Здесь уже более 20 лет работает Наталья Волошина. Хорошо работает с душой. Наталья Владимировна приехала в Гайкадзор из Сибири, но с первого взгляда полюбила эти живописные места. Любит свое село и все силы отдает людям, ставшим уже родными. На доске почета ее имя впервые. Очень ответственно и на самом деле почетно. Дом культуры – это центр села, где и сосредоточена самая основная, как вы понимаете, работа и с молодежью, и с старшим поколением, со всеми возрастными группами. Все мы вместе делаем, пожалуй, одно из самых важных дел, как я считаю. Это нравственное воспитание и патриотическое воспитание подрастающих поколений. Глава Гайкадзора Эрвант Наранян знает, как ценят в Гайкадзоре внимание к людям труда. Это ведется еще со времен виноградарского совхоза. Поэтому доска почета в его планах была с самого первого дня работы. Как и наметил, успел к первому мая. Чтобы люди знали своих героев, для этого и сделали. Все, кто строили этот совхоз когда-то, когда был совхозом, кто хотел, чтобы мы жили хорошо. В центре села установили уже детскую площадку, выкорчевали старые деревья и посадили новые. Реставрировали памятники. Планов много. Построить к осени спорткомплекс, благоустроить центр села. В зарез жители хутора с радостью ухаживают за новой аллеей. Что сделано своими руками, ценится по-настоящему. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники телерадиовещания. В этот день хочется сказать несколько добрых слов в адрес специалистов нашего телерадиоканала, мастерство которых позволяет при любых обстоятельствах наш информационный эфир поддерживать в рабочем состоянии. На планерном совещании глава курорта Сергей Сергеев отметил почетными грамотами лучших работников индустрии производства новостей. Вы помогаете нам двигаться вперед. Как поддерживающие нас, так и оппонирующие нам средства массовой информации. В числе лучших монтажер наших новостей Игорь Куршаков и главный инженер Алексей Чупринюк. Рабочий день Алексея Чупринюка начинается обычно с фразы «Леша, помоги». Вооружившись инструментами, Алексей спешит на помощь. Провода, компьютеры, электричество, студийная запись, четкая работа техники – его стихия. Алексей – настоящий волшебник. Все починит, исправит и настроит. С Игорем Куршаковым по скорости и качеству монтажа новостей не сравнится, пожалуй, в Анапе никто. В медиагруппе Анапа Игорь работает уже более 12 лет и умеет смонтировать сюжет в последние секунды перед эфиром. Всегда подскажет, как его улучшить. Мы гордимся нашими ребятами и поздравляем их с праздником. Перед началом курортного сезона в Анапе началось обследование акватории Черного моря. Спасатели проверяют морское дно на пляжах курорта и удаляют из воды потенциально опасные предметы. Десять водолазов в течение нескольких часов очищали морское дно Малой бухты от промышленного и бытового мусора. Инородные предметы представляют большую опасность для отдыхающих и могут стать причиной несчастных случаев на воде. Именно поэтому без предварительного обследования пляжные территории не допускаются к эксплуатации в летний период. Основное, что находим, это вымытое бытовое мусороославленное людьми. А так чаще всего арматура уголки швеллера, это еще со старых времен, когда были установлены в воде вышки смотровые для детей. Во время шторма они попадали, их замыло песком, а сейчас вымывают и под водой находятся опасные предметы. Гости города всегда с интересом наблюдают за процессом ожидания обычных находок. Сегодня море любопытных зрителей не порадовало. Но иногда, по словам спасателей, они обнаруживают редкие вещи. После штормов бывает и вымывают определенные потенциально опасные предметы. Бывает даже со времен Великой Отечественной войны выезжаем на авиабомбы, на мины, чтобы фиксировать, обуйковать. Затем мы сообщаем в службу через военкомат, вызываются минеры, саперы осматривают, извлекаются. Силами водолазов-спасателей уже проверены акватории пляжей в Соко, станице Благовещенска на Пионерском проспекте. Очищают морское дно до курортного сезона и в самый разгар лета, по заявкам руководителей здравниц. Чтобы отдых анапчан и гостей города был приятным и безопасным. Обработку от комариных личинок проводят в окрестностях Анапы. Для борьбы с кровососущими насекомыми применяют авиационную и механическую обработку водоемов специальными препаратами. Работы выполняет «Гигиена плюс» по договору с муниципальным образованием. В этом году профилактические мероприятия начаты с наземных обработок. Уже обработан детский парк, обработаны каналы вдоль Пионерского проспекта. На сегодня мы проводим контроль авиаобработок. Авиаметод применяется при обработке анапских плавней. Здесь применяется препарат «Бактицит». Препарат, разрешенный для работы водоемов в природоохранных зонах, в разводящих водоемах. То есть очень эффективный препарат, который действует на личинке. В этом году работает муниципалитет на стадии личиночной фазы, когда еще идет только выплат комаров. Поэтому сегодня обрабатывается вся зона Алексеевки, зона Чембурского водоема, зона Азоса, зона Витязевского лимана. Везде обработаны плавни в необходимой концентрации, расчетной после проведенного энтомологического контроля. Вековая история страны и родного хутора Заря прошла перед глазами Арека де Башьян. В чем секрет долголетия этой бодрой, активной женщины, узнавала наша съемочная группа. Арека Рутовна похоронила мужа почти 70 лет назад. Его убило осколком, когда он подорвал танк во время Великой Отечественной войны. Вдова героя страны, одна воспитывала двоих сыновей. Тяжело ей пришлось в военное время. Война как началась, мы, знаете, бригадой, мы работали на винограде. Мы как раз виноград резали, это было во время винограда. Мы даже не знали, что наши отступают. Все вот цары наши ушли, мы там виноград режем. А вслед смотрим, все немцы спускаются с цары, вот оттуда они спустились. Тогда мы скорее убегали. Все виноградники убежали домой. Неугомонная и бесстрашная она носила передачи партизанам вплоть до освобождения села от фашистов. Когда немцы отступали, у меня дом взорвали. Дети маленькие двое, вот сидим около дома, а военные идут. Полк остановился и подошли ко мне командиры, солдаты. Вот так обошлись, значит ничего нету, а я с детьми сижу, ничего нету. Вот так одна, дети и все. Командир приказал солдату, иди, говорит, принеси покровало, дай, хоть детей укроить. После войны тоже было непросто выжить. Много работало на виноградниках. Жители совхоза избрали ее депутатом. Десять лет решала проблемы села. Арая Карутовна уважает за ее боевой характер. Самое страшное для матери – похоронить своих детей. Обоих сыновей она пережила. Сейчас о ней заботятся внуки, правнуки и неравнодушные соседи. Правнук Родион хочет быть похожим на прабабушку. Сильная мужа, сына, потом добрая. Журнал ей принес там право, но за два дня прочитала. В марте Арая Карутовна отметила 100-летний юбилей. Соседи, а среди них глава Гайкадзорского сельского округа Эрвант Наранян, подарили юбилярше кресло, чтобы она могла чаще бывать на воздухе. Чтобы выходила на улицу, ездила на коляске, чтобы ее водили по улицам. Она такая очень, как сказать, современная бабуля у нас. Интересуется событиями современными, обо всем знает. Арая Карутовна приветлива ко всем. Для каждого у нее найдется доброе слово. От всего сердца. Неудивительно, что жители вместе с главой решили подвезти к дому бабушке газовое отопление. Но больше всего в зимние вечера ее согревает внимание и забота близких и знакомых. Арая Карутовну искренне любят. За любовь к жизни всегда хорошее настроение и несгибаемый дух. У долгожительницы есть свой секрет. Больше работать. Много надо работать. Сидеть не надо. Тогда мы рано ходили на работу. Это потом уже стали, что, в 8 часов выходить. А мы чуть в свет уже на работу ходим. Даже сейчас она не сидит без дела. Много читает, в том числе и газеты. Интересуется политикой. Рассказывает жизненные истории. На память не жалуется. Приезжайте в гости. У Ары Карутовны и для вас найдется много интересных историй. Поздравления ветеранам Великой Отечественной в нашем эфире передают знаменитые российские актеры. Дорогие анапчане, дорогие ветераны. Поздравляю вас с праздником 70-летия Победы. Желаю самого главного. Счастья и мира в вашем доме. Любящий вас всех. Владимир Винокур. Живите долго. Спасибо. Спорткомплекс «Рай» принимает краевые соревнования под дзюдо среди юношей и девушек. Более ста дзюдоистов из разных городов Кубани приехали в Анапу помериться с силами. На торжественной церемонии открытия соревнований благодарностями отметили воспитанников спортивной школы номер 4 победителей международного юношеского турнира по самбо «Победа» среди команд городов-героев, городов воинской славы, который проходил в начале мая в Санкт-Петербурге. Нам было очень приятно узнать, что в основном в проведении этих соревнований команда города воинской славы «Анапы» на международном турнире «Победа», который уже 15 лет проводится в городе Санкт-Петербурге, в третий раз превоевала первое место. Давайте их повторим. Все участники соревнований показали упорную борьбу, получили необходимый опыт и подготовку к будущим стартам. Завершит выпуск прогноз погоды. Предпраздничная пятница будет дождливой и пасмурной. В природе, наверное, есть какой-то негласный закон – портиться к выходным. Сменится ветер северо-западный, но не сильный, всего 2 метра в секунду. Зато температура воздуха стабильно теплая и в дневное, и в ночное время – до плюс 12 градусов. Генеральный партнер программы – клиника «Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике «Тризе» для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30-31-0. Улица Крымская, 242. Автормологический центр «Тризе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин